Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я продолжу изложение хронологии экспедиции Борцева, которая была предназначена для установления контакта со снежным человеком и увенчалась успехом. Второй день произошел 14 ноября 2020 года. Утром мы проснулись и стали завтракать, а в 9.30 пришел Драган. Он ходил за стенами нашей будки Кунга, в которой мы сидели, и разговаривал. В ряде случаев он свои разговоры вставлял в паузах между нашими разговорами и не перебивал, как бы получалось в попад. Он бы как бы отвечал с учетом наших разговоров. В 10.28 он начал стучать по стенам. Гид сказал, что поедет домой и уведет Драгана с собой, а вечером приедет. Так это и получилось, и весь день мы были только вдвоем с Дмитриевичем. День прошел спокойно, мы занимались хозяйством, заготавливали дрова. И я сделал площадку для встреч вокруг костра, положил чурбаки так кругом, как бы круглый стол. Как бы это по нашему разумению приглашение особей даже много, там целая популяция. И вот как бы мы поставили, что бы хватило на 6 человек. Три нас и три их. Вот, мы так делали летом. Специально пилили чурбаки бензопилой. Алексей пилил. Ну и здесь, значит, восстановили такую же кают-компанию. Ну и гид вернулся ближе к 18 часам. Он принес с собой фонарик. Он им светил. И яркий фонарик. И хватало его на километр по паспорту. И Дарган его сопровождал. И пытался этот фонарик у него забрать. Но гид ему не дал. Не позволил. И вот, значит, мы вошли в будку. И после 18 часов Дарган начал стучать в стены. И стучал он все более настойчиво. В 19.15 он бросил первый раз чурбак. И голосом дал знать, что недоволен. Гид его понял речь. И перевел, что он недоволен. В 19.17 мы услышали в потоке его обормотания слова «бла-бла-бла». Это мы с Дмитриевичем поняли. Эй, ребята! Бла-бла-бла-бла – это на их языке означает просьба алкоголя. И мы решили, что пора нам уже приближаться. И стали выходить на улицу, чтобы его увидеть. Но Дарган убегал. Мы выходили, он убегал. Гид сказал, что он боится фонарей. Мы стали выходить без фонарей. В 19.24 мы подошли к костру, ну, месту нашего, нашей кают-компании, и подложили дров, и стали там сидеть. А Дарган ходил вокруг этого места и разговаривал так же, вот как он бормочет. В 19.28 мы собрались идти в Кунг. И Дарган этого не позволил. Это не входило в его планы, чтобы мы снова ушли. И он устроил на нас набег. Во время этого набега он сбил меня с ног и убежал прочь. Ну, этот момент у нас отражен. В видео я дам ссылку. Он мимо костра побежал, тебя стукнул. Да, потом я смотрю, валяется кто-то, блядь. А Андрей зацепил плечом, и ты упал, да? Да, он мне рукой пихнул. Рукой пихнул? Вот это плечо. А что, ты разглядели его? Раз, там что-нибудь. Да, вот он убегал. Слушай, ну-ка еще раз покажи, как ты плечо, плечо, куда он тебе пихнул. Я на Лешу покажу. Подожди. Вот давай, Леша, вот так вот стоял вот. Вот я стоял вот так. Да, изобразитель. Да. Вот он вот... На Викторы. Вот. Вот так вот бежит, вот так вот... Ну вот. Глобану. Небольшой он, да? Еще раз. Что? Ты его сам... Небольшой он, вот как я, только он... Он когда Лешу, да, сводил? Да, я, ну, видел. Он примерно как Леша. У вас там гематома не осталась? А он потом по плечу тебе толкнул плечо. Может, осталось? Да, нет. Ну, сейчас не болит? Нет. Литебный. Вот сюда по плечу, да? Да нет, вроде ничего. Сочидаем. Вроде ничего не осталось. Значит, тут я и Леша стояли, Дмитрий сидел, и Дарган бежал вокруг, бежал на лагерь между мной и Лешей. Но Леша убежал, и он вот налетел, он не налетел, а он меня ударил в плечо, и я упал. И вот тут я видел, как он приближается, и как он удаляется. Скорость у него была очень высокая, и слаженность движений просто нереальная. очень координированная. Мы так не можем. Ну, вот это мы попереживали, и в 19.30 вернулись в будку. Ну, конечно, мы были несколько возбужденные. Дмитрий вспомнил, что Дарган говорил бла-бла-бла, и предложил дать ему бутылку. Но Алексей, наш гид, сказал, что ему не нужна бутылка, а важно само общение. Раз он толкается, значит, это вторая стадия контакта. А вчера была первая. То есть, контакт у нас развивается правильно. Правильно. В 19.32 Дарган засадил Чурбаком в дверь. Мы вышли на улицу. Сначала под петарду. Перед пуском петарды Леша предупреждал Даргана. Ну, он говорил примерно так. Дарган, мы выходим. Перепускаем петарду. Пах-пах. Леша петардами отгоняет их. И мы, значит, после этого выходили. То есть, чтобы не было для него это неожиданностью. А потом уже при выходе он уже петарды пускал без предупреждения. А Дарган часто на запуск петард отвечал. И вот, значит, в один из таких случаев, это было 19.33, Леша пошел к костру. А мы стояли Дмитриевичем на крыльце. и мы услышали вопль Алексея, шум возни. Оказалось, Дарган, потом, как оказалось, потому что Леша это рассказал, что Дарган отобрал у Леши фонарик. Иди домой, дурак, блядь! ты здесь? заходи сюда. У тебя фонарик отобрал. Да? И теперь отдай мое, говорит. Отдай мое. Нет, он говорит, дай мне, дай мне. Вот сейчас он дай мне, дай мне. отобрать пытался, схватил вот так вот, скажем, парень зашину и тянет туда. Отдай мне, говорит. Вот эта схватка проводилась в метре от костра, где вот он меня сбил минуты назад. И я видел, стоя на площадке, я видел, как это происходило. Он там стоял над упавшим Лешей и жестикулировал. Потом, значит, он убежал к Дарган, как оказалось, с фонариком. И Леша там зашевелился и вернулся в фонг. Да, вот, значит, в 1937 мы входили, входили в будку и в приоткрытую дверь прилетел чурбак. Вот Леша рассказал вот этот случай, как он с Дарган его отнимал фонарик, он произносил «Дай мне, дай мое». Почему-то он считал, что это фонарик его. И это уже была третья попытка Даргана отобрать у Леши фонарик. Первый раз он покушался на фонарик, когда Леша приехал, и когда они вместе шли от машины до нашего Кунга. Второй раз в один из походов вокруг Кунга. А третий раз вот здесь, когда он его заставил, сбил, всувал ему в рот палец, и в итоге он этот фонарик отобрал. 19.40 лет, мы обнаружили, что дверь погнута, дверь деформировалась. Закрылась? Нет. От ударов черваками дверь деформировалась и не закрывается. А может быть это рычажком. Так она и не закроется. Ну, теперь он фонарик получил, может успокоиться. Да, возможно, успокоиться. И не могли какое-то время закрыть, но потом выправили ее колуном, колуном ровняли вот эту кривизну и закрыли на щековую. И драган все равно продолжал стучать, и мы терпели эти выходки и не выходили наружу, потому что боялись, что снова дверь повредит. двадцать сорок три, то есть это примерно через час, мы вышли в очередной раз на улицу и стояли в десяти метрах от Хунга. Дверь была открыта и крыльцо освещалось. Тут раздался грохот и на крыльцо рухнуло бревно, довольно толстое, но диаметром оно не десять сантиметров, а сантиметров восемь, семь, восемь, а длиной чуть меньше трех метров. Вот вышли в двадцать сорок по нужде по малой все трое, к костру подошли, костер затух почти и вдруг бах, грохот раздается, летит бревно, попадает прямо в это самое диаметр бревна, никто не помнит диаметр бревна. Посмотрели бревно, ну как, оно, я бы сказал так, килограмм двадцать весит, да, не очень толстые, но обрезанные. Мы его обрезали там, наверное, для костра или что-то. Вот. И оно попало прямо в ту стенку, на которой дверь и лестница, ступеньки наши. Рядом с нами причем, рядом с нами. Откуда оно прилетело? Мы никого не видели, фонарь был включен. У Андрея фонарик включен был. и летело с той стороны ну, я бы сказал, ну, метров с двадцати, наверное, но мы там никого не видели. это было заготовлено нами для костра и частично обгорело. Кто его бросил, мы не видели. И откуда оно пролетело, мы тоже не видели. Мы слышали вот только вот этот вот сильный удар. Звонкий, громкий, хлесткий. Ну, 21.01, мы решили выйти на улицу, потому что не спалось. И очки Дмитриевича оказались в моем сапоге. Снаружи было без перемен, никого мы не увидели. 21.12 гид вышел на крыльцо позвонить. Позвонить нашему четвертому участнику. Во время разговора его грохнули по голове трубой. Снялась труба, и ему попало по голове, и он упал на крыльцо. И лежал так вот, что дверь, он перегораживал открытие двери, дверь открывалась наружу у нас. Мы его там как-то сдвинули и открыли, вышли. Вот он лежал, а телефон работал. Дмитрий взял трубку и поговорил с Василием, который в это время звонил. 21.16 просто прием связь была лучше на крыльце. Гид снова вышел на крыльцо, взорвал петарду и стал звонить. Вот трассу ему дали позвонить. 21.54 когда мы уже спали, повалили канистру с водой, началось перемещение предметов в закрытой будке. 21.56 перевернули ТВ-етку на полу и свалили кружку со стола. 21.58 взорвали петарду в середине будки. То есть мы лежали втроем и вот эта петарда взорвалась в середине будки в воздухе. Причем предварительного поджига как бы не было. То есть какой-то сухой поджиг как это сказать не знаю. Вот 21.16 прилетело покрывало на лицо Дмитриевича. 22.22 прилетело полено на стол полено которое мы топили оно лежало под кроватью и ударило в кружку с водой и вода плеснула на Дмитриевича. Около 23.00 мы легли спать и активность прекратилась и в общем-то мы до утра проспали спокойно. На этом день кончился. Спасибо за внимание. Дмитриевича. Дмитриевича.